Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Дуэль в шестой цеве я вам недавно показал. В командном турнире по пятой цеве я участвую. Давайте я вам покажу командную игру 2 на 2 в шестой. Одна особенность. Здесь нету никаких запретов в этой партии. Можно любые пантеоны принимать, любые верования. Можно стакать генералов, то бишь много генералов могут влиять на юниты сразу. Вот такие правила и в конце игры будет большое обсуждение со всеми четырьмя участниками всяких особенностей командных игр и вообще в принципе правил шестой цевы. Приятного вам просмотра. Ну мне кажется стоит Китай взять, то есть у него быстрее будет как-то. Ну почему в домике, просто сразу у Китая есть какой-то бонус от его этих рабочих, а все остальные там фиг знает. когда их получишь. Уникальный юнит вообще ни о чем. Ну это да. Абсолютно непонятный юнит учитывая, что он практически с арбами и арбы намного круче. Ну мы вообще на какой карте играем в итоге? Пангея я пускал. Пангея. Англия, то есть ну вообще вряд ли тут как-то поможет, да? То есть опять же. Можно, кстати, попробовать было континенты, но по-моему оно тоже дисбалансное в шестерке, да? Я не играл просто в континенты. Ну да, нам. Нам, да. Ну смотрите, надо будет мне там подсказывать многое. Ну, Фёдор конкретный вармонгер, как и я. Но он воюет в получшееся. То есть клепаем юниты. Ну, всё зависит от того, где враг. Если он под носом, то да. Если они далеко, и мы за холмами, за горами, то тогда в развитии. Понимаешь? Какой у тебя трафик? Но генералов надо забирать обязательно, потому что он наберёт всех генералов. У него фишка, он набирает всех генералов. Сразу же. Я понял. Первым делом мы идём, короче, в бронзу. То есть открыть военные логики. О, какой у меня ужасный. Да, я хотел сказать, что у тебя ужасное место. Так, а почему у меня уже сразу продвинуто всё? Типа мы с тобой встретились, поэтому... Нет, мы с тобой команда, у нас открыты письма. Ну, это просто жесть. Надо, конечно, идти к реке, но это потеряно... А дипломатическая служба почему ускорилась? Ну, по дипломатической школам... У тебя она ускорилась, нет? Ну, это цивик. Цивик. Заключить? А, союз с другой. Понятно, что у нас союз. Да, на циви. Тебе можно ставить город. Да я прям где стою, там и поставлю. Ты думаешь, здесь? Ну да, потому что тут и пресная вода, и камень, смотри, рядом. И этот... Ну, надо ещё исходить из защиты. Это ж дуэль, по сути дела. У тебя открытая местность получается больше. Если ты на камень поставишь, ты будешь защищён от холма. Я играю, исходя из того, что я нападать буду, а не защищать столицу. Не, ну... Окей. А бонус на холме будет, да? Да, бонус на холме. Ну, строй слава же разведчика, жилась на двух. Чтобы найти без пробегешки, найти без права. Не, это понятно. Это обычная стратегия. Ну, мало же. Я просто дуэлюсь постоянно 2 на 2 каждый день по 3 игры, поэтому... На автомате. Так, ну, я думаю, что надо мне дуболомом вправо идти. Ну, да, разведка. Я думаю, что они вправо где-то. Они могут быть... Где угодно, да? Кстати, у нас низ. У меня получается тундра, по идее, он меня низ капает. Ну, я думаю, что сверху там... Я думаю, они справа, а мы как бы слева. Ниже тебя. Так, что ты поставил открывать? Ничего не поставил. Я же город не поставил. А, да. Так что же, вот навоз поставить? Нет, сразу идешь в бронзу. Ставишь горное дело прямо в бронзу. О, понял, понял. Сразу начинаем строить военные лагеря и вот это вот все. Потому что тут война будет чисто генералы. У кого 100 генералов, то, как говорится, и на коне. То есть там всякие эти военные проекты в военном лагере проводят? Тот, кто на фронте будет строить проекты генералов, тот, кто в тылу будет свою экономику развивать. То есть такой принцип, знаешь, тянуть игру в руку. Ну, кстати, у тебя вроде... Я играл за Индию, я был вообще очень далеко. А он был на фронте с двумя. Они у него под носом были. Так вот он выиграл. Я ему всю игру кидал деньги. И он постоянно отбивался, покупал юнитов, улучшал. То есть, ну, все для фронта, все для победы. Такая была. Индия. Чисто я встретил первым еще в ГГ школе на деньги. На скат, по-моему. Кинул туда караваны все на деньги. То есть у меня были сплошные деньги. А как тут наука идет? Так же, как и в пятой? То есть в совместный котел бросается очки науки? Да, в совместный котел. Кроме вот этих первых они не считаются. Вот эти гончарные отделы животноводства и... горные отделы, они учатся как самостоятельно в каждом городе. У них, кстати, Русэм еще не поставил город. Слушай, ну тебе вот там, где лошади, пшеница надо ставить? Да, они... А ты не думаешь, вот здесь прямо... Нет, не хочешь здесь стоить? Здесь не хочу, потому что снизу клеток. Во-первых, ближе к лошадям надо быть. У меня будет сразу две лошади. Это сразу же можно выявлять. Ну да, да. Блин, у тебя там еще и... Да, варвары тут лютые очень. Нет, я хотел сказать, что у тебя тут аж две руинки рядышком. Две руинки? Так. А вот то, что у меня пес варварский, я не знаю, это плохо. Сейчас они начнут бегать, толпуют. А тут два коня, понимаешь? Если вовремя лагерь не замочить, то будет просто жесть вообще. У меня бывало по два варварских лагеря с конями убивали на всю еду. Так, ну у них они тоже все поставили. Ну, а кто же, видимо, плохое место было ходить? У меня и так есть, чем ускорить варвары. Ты, Леша, тогда изучай вот эту правую часть, я сейчас построю разведчика. Пойду к тебе вверх, разведчика, прямо вот так по диагонали к столице. А тут баломом пойду по лесам. Ну, чтобы он... Он все равно медленно ходит. Посмотрю, что там в лесах этих есть. Вот место, кстати, под второй город. У меня вверху, где медь, видишь, неплохое наследие. Извини, я отвлекался сейчас. Ты что-то говорил мне? Алло. Вот, видишь, метку я поставил, где второй город можно поставить. Я так приблизительно пока что. Ты... Я вон встретил этих ребят. Я так понимаю, что здесь невыгодно им войну объявлять, потому что они... Сразу же объявляем войну. Почему? Пускай они объявят. Ну, или... Так ты... Мы же ускорение получим. Так, они взяли Грецию, да? То есть против них лучше работает, против гитаров лучше всего работает... Подожди, какую Грецию? Англия, Норвегия. А, Норвегия? А, это Англия просто. Красная, я подумал, что это нет. Ты лучше смотри, где мне город ставить. То, что где ты поставишь город, я тебе больше доверяю. Тебе надо ставить... Тебе надо разведать вправо Бориса. Раз они вправо, значит, тебе надо вправо туда. Только сначала разведай разведчиков. Так, что сейчас ставить? Городское планирование или Бог-Царь лучше? Нужен нам пантеон, нет? Забудь. Молотки, молотки, молотки. А Бог-Кузнец и все-таки классный пантеон. И плюс тебе не кажется, что тебе лучше город ставить... Вот... А, да. Тут нету реки, жалко. Ну, это пофиг, на самом деле. Ты, получается, на фронте. Мне надо будет куда-то в твою сторону город ставить. И кидать тебе караван сразу. Ты разведываешь правее Парижа всю территорию. Хорошо, что у меня два коня. Можно без военного лагеря помогать тебе. Да, да, да. Я вас... Вот, смотри, кто ко мне пришел. Здрасте. Час начнется. Очень красивый дяденька. Ко мне он тоже, варвар, прибежал вар этот... Нет, ну, Балер А, в сад. Бей его сразу же. Блокируй, потому что это будет... У меня уже все. У меня развитие сейчас будет, конечно, жесткое. Они мне сейчас начнут мозги выносить, как я. Так, ну... О, еще разведчика дали. Это хорошо. Так, я лучше, наверное, сейчас на леса возьму. Ты в первом встрече уже не был? Сейчас посмотрю, да. А не надо смотреть. Тут все люди почему-то тупят. Когда ты в первом встречаешь, появляется колокольчик. Значок колокольчик. Где он появляется? Цивилизаторы дружно этого, не знаю, все стримеры. Не, подожди, где появляется значок колокольчик? Значок такой с колокольчиком. А, так это не колокольчик. Он такой, как звоночек. Звоночек. Это не... Это... Это... Как бы... Это значит, что ты первый встречник. Ты Капитолий видел когда-нибудь американский? Нет. Ну, блин, здание Конгресса, где они там сидят. Я видел. Это как бы купол Конгресса. Был ли я в Америке? Я же смотрел твои эти про Америку. Не, не. Ну, не в том плане, что ты там был. Это... Это не колокольчик. Это типа вот это... Вот этот купол такой. Я понял. Что я... Так, по-дилетантски. Я к тому, что он похож на звоночек. И когда он появляется, значит, ты первым встретил. Просто все должны смотреть, я первым встретил или нет. Понимаешь? А это сразу показывает. Что если он появился, значит... Вот они тоже не хотят войну объявлять, гады. Ну, да. Смотри, у меня разведчик спасает мою столицу. За ним гоняются два коня и бьют его. Так, ну я своего варварского разведчика убил. Сейчас я... Сильно-сильно повезло. Я планирую город к Женеве ставить следующий. Ну, то есть как бы в их сторону. Посмотри на карту, подумай, куда мне лучше это сделать. Тебе надо разведать, во-первых, территорию под Женевой. Я могу тебе... Ну, вот это за... То, что темное, непонятно. Да, да, я понял. Это плохо. Хотя вам два молотка. О, камень. В общем, ты посчитай раз, два, три. Вот на камень либо... Не, смотри, смотри. Я могу два города поставить. И на нижней реке, и на верхней реке. Понимаешь? Ну, надо разведчиками найти их. Ты уже увлекся разведчиками, или ты в руинке? Я в руинке нашел, не волнуйся. Я три разведчика. Смотри, смотри. За моим разведчиком гоняется толпа варваров, и я бегу к тебе. Эээ, не надо ко мне тут варваров приводить. О. Килиманджаро. Килиманджаро. Ну, да, а вот хорошее чудо. Вот хорошее чудо. Ну, посмотрите, прям на нике можно поставить... Да, да. Вот, кстати, в Юсемити я был. Не устаю раскрывать. Так, ну что, я этих варваров поведу тогда вправо к ним, вниз. Ну, я разведчикам побегу вправо, они тебя не видели, поиск. Пусть они за мной бегут на столице. Получится, я пойду вниз тогда. Пусть они бегут туда. Фальки осуждает нас. Ну, это на будущее, чтобы проще было войну. Вон, смотри, англичанин прям на железо ставит сейчас город. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии Console War.ru. В параллельном мире на землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Леша Играет. Ты смотри, у тебя орошение есть? Нет. Ты рабочего строишь, надеюсь? Нет, я поселенцев строю. Хорошо. Вот теперь рабочего. Давай думать, куда ставить город. У тебя не очень хорошие места. У тебя нет там производства пустынные холмы. Ну, я пока поставлю выше, вот туда, к Варвару. Как желательно защитных достоинств поставить город. Знаешь, куда можешь поставить город? Сейчас тебе покажу. Видишь? Он же и мебель. Нет, я не вижу твои метки. Ого, это далековато. Да, но там будет хорошо защищаться. А ты поставишь там военный лагерь в этот проход узкий, где цитрусовые, понимаешь? Вот выше цитрусовые. Так им обойти с другой стороны. Они с другой стороны обойдут, где джунгли. А я туда, думаю, в город тоже повезти, по-моему. То есть они прям там ничего не поставят? То есть они тут рядом находятся? Либо тебе можно поставить вот где гора, вот на пшеницу. Или вообще на холм за горой вот этой нижней, где мой разведчик лично, и вверху пшеница, и вот холм. Чтобы, ну, защитный город такой, чтобы им сюда не поставить. Потом их лиду кинешь просто в горе. Ну, первый можешь поставить поближе. Слушай, норвежец выше меня. Он у тебя слева. О, класс. Так, слушай, это хорошо. Мы вместе, они не вместе. Нет, это нехорошо. Они будут тебя атаковать с двух сторон. Я далековато. Но я буду тогда сейчас в горе... В смысле? Так ставь, да, вставь в сторону норвежца. И конями я его буду забирать. Слушай, точно. Ну, не, на самом деле, это не очень... Не знаю, что они попросили рестарт. Ну, понадеялись на свой... Я бы, честно говоря, теперь уже к англичанину бы ничего не ставил, а ставил бы тоже города к норвежцу. Тупо на него нападать и выносить. Ну, я буду ставить город... Видишь метку, да? Сторожно навешаться. У меня метка вот на берегу стоит. Да, правильно. А потом еще один можешь на реке поставить выше. Да, выше под чудо. Или сразу под чудо, а потом померюсь. Вот норвежца, столица. О, тебе кони мони припёрлись, да? Или это твои кони? Да, твои, твои. Твои? Извини. Я хотел как лучше. Получилось, как обычно. Ну, они сейчас будут тупо стучаться в город. О, норвежец с Гонконг нашёл. Так, а ты в Гонконг первым списал, да? Нет, нет, норвежец. Вон, видишь, внизу его скаут? Да, угу. Так, ну, короче, план такой. Выносим норвежца. Сейчас я буду военный лагерь строить, наверное. И пойду сразу в коней. Слушай, надо орошение открыть. Ты там ферму построил? Да, да, нет, у меня ускорено орошение. Я открою тебя. Ты иди во что-нибудь другое. Четыре хода на орошение. Во что другое? У меня защитника веры хотят. Видишь, нам ежа сделают этот пенсион. Да, блин. Англичанин уже построил военный лагерь. Ну, это понятно, он будет стакать генерал сейчас. Я прямым ходом иду в лошадей. И будем забирать на орешский пенсион. Никакого человека никогда не ускоряется. Возьмите в прошлое. чего не войну объявили я его он не мешает а поселенцы тоже в мою сторону слушай ну мне теперь твои эти варвары очень-очень-очень но соль скилл without imagination is craftsman ship нет сверху это да это вон тот верхний конь это сверху а вот эти два коня и лучник конно это твоих ну соль да нет я запомнил и затаил и главное поэтому партнеру затаил знаешь там не сопернику то есть я главное военный лагерь не могу еще нигде построить пока клетку купить да я уже и вот под парижем да на холме следующим ходом генерала получит видишь я как город поставил потому что они поселенцы любит чуду чтобы не дать или поставить первым он они видят куда ведут город где не вижу а они теперь могут поставить только там ну короче все я иду наши проекты не буду строить я иду и 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 Блин, тут два скаута варварских. Так, а у тебя пастбище есть где построить? Сейчас ты построил, наверное, пастбище. Он был в нивчебный город, как я вообще не хотел. Ты меня слышишь? Ты не слышишь? Да-да. Я поставил сразу верховую езду. Сейчас у меня стрельба из лука ускорена. Сейчас я построю пастбище, еще ускорю. И мы как раз во всадники быстро выйдем. Давай, Леша, иди в кони и клепай всадников. Я не могу. Я буду клепать всадников, и мы нападем на... Подожди, как мне клепать всадников? Я тебе там лошадь. У меня две лошади. А, отлично. У тебя будет военный лагерь лошадь, понимаешь? Да, теперь я понял. Я просто думал, ты зажадишь мне лошадь, и все. Будешь обмазываться лошадями там сидеть. Чтобы тупо проиграть игру. Ну да. Не тупо, а весело из-за дурника. Ну, в твоих словах есть определенный смысл. Ведь зажать лошадь это наше все. Да. Пол кабана, типа, в холодильничек. Все чисто по-белорусски. У меня через ход лучники, я пойду этот город уже повлиять. Ты разведчикам, пожалуйста, заблокируй проход между городами. Между Нидеросом и Трамсё? А тебе не смущается, что там у него два юнита? Ничего страшного. У меня сейчас луки будут. Это в следующем ходе. А у него прачники бегают. Погать ему, пограб чем-нибудь там возле столи. Понимаешь? Так, он англичанин и генерал. Ну, это кофе. Ну, как кофе. Он к тебе может прийти к коням, и тебе не же сам. Но нам ближе идти к норвежцу. Норвежец бананы купил. Деньги тратит на всякую фигню. Обмазывается золотом там какой-то. Вот, началось. Посмотри мне под столи. Им помогают варвары. Началось. Сейчас мне счастье пограбят. Все как всегда. Два генерала у англичанина. Да, емое. Будет состроить сейчас войну. Потому что мне тут понятие будет сейчас гадить. Ну, кони через три хода откроются. Нет, ну, мне будут гадиться. Они мне ничего пограбят сейчас варвары. Смотри на мою историю. Ну, караван у вас грабили. Ну, сейчас попробую. Нет, этот пока стоит. Я вот не знаю, он на мою клетку интересно пойдет или на ту. Короче, мне варвары сейчас больше гадить. Ну, все, началось. Нету тебя уже коньей ножи. Блин, он не убил скаута. Ну, все, у него тоже луки. А у меня варвары, которые мне будут сейчас грабить все. Слушай, а что, в командной игре очки вообще не показывают? Нет, не показывают. Кстати, это правильно. Мне кажется, это правильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Проблема в том, что у них железо есть. Проблема в том, что мне варвары на газе. Пограбили несчастья и коней. Теперь я не могу дать ни коней, ни счастья. Я не могу дать ни коней. У меня его негде, к сожалению. Так, пойдем-ка мы с тем лагерем разберемся. Пока, вроде, проблем не должно быть. Да, блин, англичанин тупо спамит этих генералов, классно. Он тебе придет сейчас будет. Ну, короче, тут, понимаешь, тут заиграло то, что мне пришлось очень долго ходить в столицу ставить. И на газели пришли варвары и все разградали вообще. Тут как бы уже совсем грустно. Давай, давай, воюй. Ну, воюю, но сам ты не знаешь. А ты мне можешь денег дать по плате денег вообще? 93. Ну, я хочу два прачника апнуть. То есть 53 будет. 53 нормально тебе? Даже следующим ходом 59. Я не срочно, я тебе отдам следующим ходом. Блин. Не успел, извини. Че слышишь? Сколько тебе дать? А уже не надо, я пограбил на карман. Боже, что за звук был, как будто убили кого-то. Мы не убили. У меня тут варвары гатит. Продолжает гатить веселье. У нас рудник негде построить, да? Чтобы колесо ускорить. Негде. Здесь варвары гатилетчей. Всем пока не могу сделать пере excused, там клас из какого-то и есть. Ибо я certification работы левуда вас предоставлю. Правда, меня нет тайrotчик, у нас ж menosчей. нету мечников никак не построить очень плохо все а ты хоть одного генерала получил не получишь как норвежец так быстро религию основал построил на побережье священное место так быстро посмотри на его столицу посмотри на мою плюс я ходил три года не гадит вару и 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 станут убьет не этого скаута суши скаутом у бристоля ты можешь подбежать вот там у него генерал вверх пошел пути это все равно стоит без дела вверх и вправо ну ты видишь где у него генерал с дуболом и мои там не стоят генерал действует не действует на дуболом он действовать будет на мечей и на камень меня в этот проклятый лагерь иничтожить иначе мне эти кони тут не дадут жизнь уничтожь отбивайся буду у меня выход другой отсюда лучник может их обстреливать отлично что-то военный лагерь поставил да а а а а а а а а Блин, ну и какого хрена дали генералу-англичанину, ну? Я его опережал на два очка, я закончил вместе с ним сейчас проект, и генерала дали ему. Ну, вот этого я не знаю, как они насчитывают, вот эту всю фигню. Честно, не подскажу. Как-то перево они считают, наверное. Так, ну ты мне лошадей дашь когда-нибудь? Ну, ты видишь, что я их... Мне их пограбили в армор. Я сейчас этим ходом срублю себе еще одну лошадь, чтобы, видишь, у меня еще один скал пришел в арморске. Если у меня снизу еще лагерь, то они меня просто убьют раньше, чем меня захватит норвежец. Вот. Продолжение следует... 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 Рыцаря... А, они забрали тоже. Он еще корпус забрал. Ну, рыцаря я уже заберу. А, у меня три лагеря. Ну, нормально вообще. Просто супер. Слушай, тебе бы город поставить вот на этом железе прямо. На железе я могу купить, в принципе. В смысле купить? Ну, купить. Ну, все они железы. Третий радиус просто. Денег жалко. Да нет. Ты поставишь город на железе и сразу там обработаешь второе железо. У нас просто железа нету. Можно? Я сейчас просто проект делаю. Военный. Вот я сейчас возьму генерала, типа, который рыцарь отдает. А у меня железа нету. Нормально? Он мне даст вообще рыцаря? Окей. Не, рыцарь тебе дадут. По-любому. Третий радиус. офигенно рыцарь не убивает скаута класс офигенно рыцарь не убивает скаута класса Продолжение следует... 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 так и я тебе кинул апельсинчик забери так что не надо у меня есть цикл столицы так хватит диньдинька сейчас я похожу диньдинькает он убей дуболома блин опять я под пресло встал то что со мной не так знал же шам юниты я а а а а а а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видишь метку в пустыне? Да. Да, хорошая идея. Я тогда смогу к тебе караваны отправить для дорог. И мы соединимся наконец. А я знаешь, где хочу поставить четвертую? Сейчас покажу. Вот видишь? Через три клетки от твоей метки на побережье. Это что, болото? Не, не берется этот город. О, а вон у меня рыцари бегут английские. Ну, да. Они если в рыцарях, то да. Если они ахулись, то конечно. Убийцы. 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 Очень далеко. Заход за арбалетом. А сколько у тебя денег? У меня 120 плюс 6,4. Дай мне 50, пожалуйста. Я апну лучника. Хорошо, в конце хода можно атаковать, да? Как бы некрасиво. Ого! 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 Город, наверное, такой, Тайгивань, Драккаверн. Ну, по идее, не должен взяться. Нет. Тайгивань. Чувак, пятерых генералов, что ли, там набило, или сколько? Да, да, тыкал. Тайгивань, Драккаверн. Так, тут у нас просто лиса. Тайгивань, Драккаверн. Тайгивань, Драккаверн. Да блин. Что-то походу англичанину Не очень, не хватает юнитов пока Вообще по идее странно, с таким количеством генералов он тебя должен Ты ему убей, он этого Да я видел, я его обстрелял, я его этим ходом вначале все это обстрелял У него один хитпоинт остался, прикинь, и он свалил Ну он попер уже рыцарями Ну он заберет ту улицу Тебя надо туда юнита посадить помощнее, какого-нибудь там всадника посади вместо разведчика Защита города увеличится Нам бы юнитов открыть помощнее, но у нас нифига Я иду в рыцаре, но двенадцать равно У меня тринадцать Понимаешь, мне... Ну ты видел, в каком месте я родился? То есть ужасно Надо было ходить долго Потом варвары начали гадить ходить То есть вот это развитие как бы остановит А так, конечно, можно было тут развиваться Вообще никак на силу города не повлияло Что у меня там теперь сидит Конь Он все еще можно пересчитать Все Военный лагерь забрали С арбом? Что? С арбалетом? Да не только с арбалетом, но еще и всадник был Этим ходом появился Конечно, не все Ну в принципе, я тебе честно скажу Я уже видел, что тут игра Поначалу было ясно, что Не то Да не, это тупой вот этот спам генералов Это тупо Это просто тупо Потому что это баг Это баг игры, когда соединяется сила Ну не должна генерала Мы же так тоже не играем Ну договариваемся Потому что это неинтересно Я слышал на западных форумах Уже все давно Как профессиональные игроки Ну так это логично Потому что не должна складываться сила от генералов Пожалуйста У них разные У них разные особенности Да, вот в этом есть прикол Ты можешь там одного генерала Чтобы корпус сделать Другой генерал Там для этого В этом их особенность То, что они соединяют силу То есть вот он Он не смог бы взять вот так То есть ему пришлось бы строить юниты Ему пришлось бы по-другому действовать А я получается не могу на него напасть И захватить Пока он этих генералов Спамит Понимаешь? Ну точно Вот такое местоположение Он сразу же пошел в эту Я тут холмов нет под столицей Мошадей пограбили Ну то есть Много у Фераксиса есть нюансов Но все равно шестая цыгра Ну, знаете, пятую я не могу играть Я посидел в нее, поиграл Но она какая-то такая уже старая Какая-то, знаешь, такая Ну, не знаю, как тебе писать Какая-то она унылая В визуальном плане, да А в стратегическом В ней больше пока возможностей Так, опять-таки Ученых жечь Судирается, закапывается То есть тоже договариваешься Помнишь, сколько ограничений Договариваешься А оно не влияет на качество игры Просто отличие между сжиганием Сжиганием и несжиганием Игра чуть медленнее просто происходит Но это не влияет на Как-то сказать Ну, на условия победы На стратегии Смысл тот же остается Просто без сжигания ученых Ты, точнее, с сжиганием ученых Быстрее проходят последние эры Что не прикольно Сжиганием ученых Так, возьми там счастье Меня лишнее привез Двойной А вы денег дайте Чтоб ты купил И у тебя нету арбалета Парбалеты у меня открыты Почему? Ну, я имею в виду Тяручника нет? А, нет, уже все Убили Да не пересчиталось Вон, как было 42 защиты в Тулузе Так и осталось Наверное, это я напутал Они берутся защиту города По самому сильному югу Да, да По рыцарю Да Вопрос Взялось ли по рыцарю Потому что генерал Это от генерала рыцарь Знаешь? То есть тут нюансов много Ну, смотри, у меня защита 42 Рыцарь и вообще 48 Не знаю О, таран даже прикатил Да Всадники, а брыцари убиваются Просто ваншот А, ну у него эти генералы Да, у него У него генералы вот сколько дают? Плюс 5 Плюс У него плюс 20 У него генералы У него почему-то все 4 генерала работают на рыцарей Нормально это вообще? Законно? Ну, потому что они средние ходят Они все средние ходят И возрождение следует То есть у него генералы дают плюс 20 на рыцарей И очень, очень интересно играть Ну, опять-таки, понимаешь Можно было самому бороться в проекте Я это делал Начнем с того, что я это делал И третий генерал, например, должен быть мой вообще по всем параметрам Но каким-то образом его забирает англичанин Смотри, было у меня 25 очков, у него 23 очка Я заканчиваю проект Видимо, он тоже заканчивает проект на этот ход И генерала дают ему почему-то И, соответственно, опять у меня все откатывается назад По всем очкам И начинает заново Ну все, Тулуза А, нет, не взял Один хитпоинт остался А, нет, взял Ну, это вопрос времени, когда он возьмет в Париж 68 против 36 Нормальная сила вообще? При том условии, что у вообще рыцаря 48 сил Понимаешь, в не очень равных условиях люди Опять же, ты говоришь, ты можешь то же самое там на генерала спамить Объясняю, чем это плохо Тем, что тот, кто первый берет генерала Тот в более выгодном условии Потому что откатываются очки обратно Следующий возьмет генерала намного позже И тут начинается вопрос Первые пару генералов, по-моему, не сильно откатываются Ну, первые, да, там, первые Но дальше уже довольно большой отскок Возвращение слова в том, что надо взять обязательно первого Одного из первых генералов Потому что они все средние эпохи действуют Понимаешь, античные средние эпохи То есть рыцари и мечи будут под ними бегать штуки А дальше уже генералы возрождения Это уже менее критично Да, да Вот он, понимаешь, первым пошел И добавил Вот представь бы, что в пятой циве Например, эти генералы бы складывались И не 15%, а 30% давали Потом 40% И то, кстати, в процентах было бы лучше Потому что это было бы меньше к силе прибавка Ну вот, недавно играли, я говорю, с Алонсом Начали играть, ну, он попросил меня проиграть в командную Два на два Качечка, по-моему, был И кто-то еще там из таких известных игроков Ну, опять-таки, мы на море Континенты играли Они тупо поставили свои города не на море Потому что у них было внутреннее море И начали развиваться А мы настроили флот, понимаешь, чтобы к ним приплыть Приплыли, а у них нет городов на побережье И все, и игра проиграна То есть, тоже У них спот очень хороший, у нас спот очень плохой Опять-таки, тоже зарешало Так что пятерка тоже не идеальная Ну, я не знаю, как-то можно по очкам И видеть, что они не поставили на море города Там же видно сразу Ну, понимаешь, это же континенты Мы их встретили поздно, не было видно очков Очки сразу видны в начале игры Прямо вот сразу они ставят город И видно, где они поставили его Ну, ты знаешь, я давно не играл Ну, Алонс-то играет, он должен был Алонс, да, играет постоянно Я просто поставил циву И начал вспоминать, как мне играть Потому что я больше года не играл А раньше много играл Ну да, я, кстати, могу подтвердить Что я периодически переключаюсь между пятой и шестой И они существенно различаются между собой Движение юнитов Как бы ты уже немножко по-другому думаешь Да, ты понимаешь, тут ходы по-другому считаются Юнит и вообще другая механика Твой разведчик мужественно спасет столицу Слушай, а где-нибудь можно показать, какие там пантеоны приняты Или только религия? Значок, посмотри, это великий Сверху такой значок Видно пантеон Культура отпадающая у норвежца Нет, так у норвежца, да А у Англии, у тебя У меня нет пантеон Видим, значит, и у Англии тоже О, Париж вообще Заход, наверное, падет Да, ты смотри Он даже без этого атакует Без Без Тарана, походу Не, ну, конечно, 4 генерала, они дают плюс 20 А тут у меня даже 5 Это тупая игра Мы уже начали договариваться После игры мы уже не играем Ну вот, а зачем он тогда настаивал, я не понимаю Я думал, тут что-нибудь Ну, хотел победить холест Ну, да, да Не, я шучу, я шучу Мы уже взрослые люди Мы их, как-то, знаешь Уже не страдаем этими детскими болезнями Победить холест Мы, наверное, одни из самых старых игроков ЦИУ Ну, прям уж У меня голос молодой Мне 47 лет Ну, а Фёдору... Фёдору 43 Блин, ужас Мы уже дедушки Мы будем первым поколением дедушек, которые играют в игры Не, на самом деле это очень классно Это очень приятно и классно это слышать По-хорошему Я начинал с первой ЦИУ Даже если я начинал с первой ЦИУ, то уж Думаю Не, я знаешь, как её купил, интересно У меня была Sony PlayStation А я в газете из рук в руки В 92-м или 94-м году Было объявление Продам диски оптом по доллару Представляешь, для Соники А что уже где? Подожди, а разве в 94-м году уже Сонька была? Да, первая была Или в 96-м Вот я точно не помню Тяжёлое поражение, убиваю с собой Нет Париж пал Короче говоря, поехал я к цыганёнку У меня конёк бил с одного удара Там цыган И он мне сказал Не цыган, Лёша Цыган Посоветовал паренёк цыганский Говорит, ты что в ЦИУ не играл? Так крутая игра Представляешь? Ну, у нас в Беларуси прошаренные цыгане на самом деле Ну, я такой, как... Ну, мне не играл Интересно, где в какой-нибудь Дражне или где я куда-то ездил? Нет, у меня цыгане жили на Сидых А нет, вру, на Калиновской На Калиновской Я к нему приехал, по доллару дисков набрал И он мне ЦИУ вручил Я, помню, долго разбирался с ней И вообще мозги пухли Знаешь, такие игры были в новинку Это самая такая первая Слушай, подожди А разве для PlayStation была первая ЦИУ? Там, по-моему, вторая была На PlayStation А не первая Ну, там такой вид не сверху, а как бы сбоку И там фигурки ещё были Ну, блядь, ну, я, честно говоря, не помню По-моему, первую я играл Сиань? С одним холмом Нет, ну, Сиань, у тебя там лошади были, ребята Лошади у тебя там есть Ну, единственное, что было две лошади А, и я построил лошадей, чтобы дать Лёше Пришли варвары, целой толпой, кони И мне всё порушили Счастье, лошадей, вообще всё порушили Да, спасибо за игру Ну, я всегда считаю, что это тупо играть Вот с этими генералами Да, это мой договор Потому что это, получается, без вариантов просто Кто первый взял, тот никак это не отконтрить Когда у тебя Я первый самим Да, замечательно То есть, вариант только один Либо ты первый берёшь, либо соперник первый Так в чём здесь стратегия ИЦИВа тогда? Полностью Кто быстрее построит военный лагерь И быстрее будет брать генералов? Ну, микроконтроля у вас нету, значит Мы перекидывали деньги, строили То есть, договаривались, кто как апгрейдит То есть, вы защитника веры не взяли Нет, стой, подожди У нас идёт На нас нападают куча варваров Вместо этого мы должны строить Военный лагерь, чтобы быстрее с вами взять генерала Ну, у меня тоже варваров Ну, как-то вы стоите с вами У нас у этого, у викинга У меня проблема была в том, что с севера варваровский лагерь Сразу лучше спамить этих коней И у него, он при этом ещё взял защитника веры И поставил второе Ну, скинули деньги и купил это парасико С варварами так легко, они же всегда чётко ходят Мы не про варваров говорим Мы не говорим сейчас не про варваров Мне тоже нравится, когда варвары ходят Мы говорим о том, что военные лагеря И куча генералов просто решают игру Тут нет никакой другой стратегии в принципе Абсолютно согласен Нет никаких вариантов, никаких по-хорошему И тот, кто первый берёт генерала Потом проблема у следующих У меня была проблема вот какая Я на одной стороне карты А он на другой стороне карты То есть тут ещё это сыграло роль Вы почему-то не захотели Я не знаю Мы захотели, объясняю У китайцев четыре лагеря варваров Кто прибегают и просто больше играли Четыре лагеря с конями Как играть? Я понимаю, а с другой стороны я вижу Что стоит Париж И вместо того, чтобы слева под чудом на науке Да ты бы в рыцарях был, Лёш Потому что туда китаец должен был ставить город По нашей стратегии И начали по три коня Плюс этот конный лучник Саке Я смотрю тебя, Слёжа И знаешь, как с тобой трудно спорить Тогда должен был ставить Париж Он близко к Парижу И он забирал бы там все чудесные грехи Просто спокойно Прямо на сахар было поставиться И было бы прекрасно Слушай, Федя, мы не сыграны с Лёшей Пирас не играли Да, и он не может тебя задавить Просто только сказать Нет, ещё ты не учитываешь одну вещь Лёша, насколько я понял из игры В шестёрку так, ну как-то не очень так Мягко говоря Привык играть два на два Ну да, да Без обид, конечно Просто, ну Я вижу, что Лёша у меня спрашивают вещи Какие-то элементарные, понимаешь? Ну да Я вообще Впервые тут узнал, что оказывается Наука не соединяется, как в пятёрке Нет, не соединяется Я был полностью уверен Здесь, кстати говоря Очень круто сделано Что она не соединяется Зато микроменеджмент Как раз Можно дариться того, что наука соединялась всё-таки Ну, Эврики-то её Нет, в этом я согласен Это лучше, чем Да, то есть ты открываешь Эврики То есть вы как раз должны Что-то разное открывать тогда для этого Это прикольно Это, я так понимаю, и цивиков касается, нет? Да, всё Спасибо за игру Это было интересно Но всё-таки Соединение генералов Здесь много проблем есть с этими генералами Во-первых, они дают слишком большой бонус сверху Если в пятой это проценты были Вот если бы они проценты давали сверху Это был бы другой вопрос Проблема не бонус, а то же прогрессия геометрическая Да Во-вторых, урон уже плюс 10 Это уже практически ваншот А тут получается Четыре генерала, да, там соединялось, по-моему Когда я сейчас Соединил пять В-третьих, когда ты берёшь генерала Для следующего чувака Увеличивается количество Вот если бы оставалось столько же Тогда бы хотя бы люди могли сразу За тобой брать ещё генералов Тогда бы проще Так и есть Первые плохо, первые по 30 лет Первые три генерала стоят 30 Вторые генералы 60 А, ещё и четвёртое Вот я третьего генерала должен был брать То есть там было у меня, по-моему, 26 очков У англичанина 24 Я в этот ход закончил Заканчиваю проект Но почему-то генерала дают англичанину По какой причине? Ну зашибись То есть очков у меня больше Но дают тебе всё равно Там вот странная логика при равенстве На самом деле То есть вообще никак не получается Это отобрать генерала Вот как мне надо было действовать Чтобы не отобрать генерала англичанину Скидываться на деньги рабочие И рубить их Да, и при этом у меня бегают По моим территориям кони Бешеные, которые как-то китаец привёл Ещё привёл мне варваров своих Бегают варвары Но мне надо упарываться в этих генералов Специально, просто иначе по-другому просто проигрыш Я согласен с тобой на самом деле То есть тут необходимо делать Ну, так запрещать генералов Не более одного генерала одной эпохи Так всё-таки ты согласен, что надо запрещать Нет, я согласен Я всегда, я даже за это стою То есть когда играю в это Это отрица, если просто отдаёте Если отдаёте, вот и всё Вот и вся проблема Я пытался не отдавать У меня не получалось этого сделать Ну что Не, я согласен, что я хуже понимаю эту механику И поэтому я хуже играю Но Тут получается так, что если ты Их отдаёшь, то это всё Это проигрыш Это нельзя так делать Тут вообще пофигу на тактику На твои юниты На всё пофигу Нет, как-то Ну, во-первых, есть защитик веры Которую вы тоже отдали Нет, нет, кстати Знаешь, как это конкурса Только если ты на эпоху То есть можно убежать вперёд на эпоху В данном случае мне очень сложно было вылазить Я выходил в рыцаре Я уже думал Я увидел в рыцаре Видел, что ты генерал забрался с рыцарем И только надеялся, что у тебя Посмотрел, кто отпустил меня Что ты не в рыцарях был Да, да А ты мог быть в рыцарях Тут косяк, я говорю У нас единственный был косяк Это Не стоял на сахаре город Почему? Ну, у нас ещё была проблема Что железа не было Там очень долго китаец С железом Вот у меня железа не было вообще То есть у тебя было железо Я там видел около Бристоля, по-моему Ну вот А там железо было у нас на двоих Ну, я за хатузу брал Я хатузу засединил И за неё получил железо Потом Как защитник веры получить Если норвежец сразу первым делом Тупо ставит священное место А у нас проблема Ну, а ты что хотел? Я как бы без бустов изучил И это при том, что я не до рост Я вёл Я не сразу Ты себя послушай Это контрится священным местом Контрится защитником веры Говорит норвежец Который сразу их взял И взял этого защитника веры Контрится Офигенно контрится Так я тебе объясняю Что в два на два Так в два на два Ничем и не контрится получается Один берёт Или вы полностью генералов идёте Или вы идёте Кто-то один Какие генералы? У меня четыре лошади под столью Какие к генералов идти? Они мне всё рушат Счастье порушили Клетки обработанные порушили Мне надо тупо клепать дуболомов Чтобы хотя бы Пусть как-то от коней отбиваться Понимаю? Какие генералы вообще? Если кони мне порушили всё вообще Полус Я построил военный лагерь И меня окружили кони И вообще разрушили все клетки Не выйти Так ты бикинг не бери Иди сразу на все они Дальше что? Какой смысл? Три лагеря А ещё я четыре хода ковылял Чтобы поставить столицу Я родился в снегу на берегу С двумя по одному молотку оленями И тундровой Понимаете? Это вообще жесть Я просто шёл туда Четыре хода Нет, ты бы сказал Да, Борис Мы в этих снегах так уже Родился Ну, знаешь Не, нормальная То есть у вас есть свои проблемы с местностью У нас свои Это как раз нормальная ситуация Самая главная проблема Почему я не построил ни одного проекта с генералом Заключала в том Что барбары меня просто приносили Полностью Я просто ратую за то Чтобы в Цире было много стратегий развития возможных А с этими генералами получается Очень один прямой тупой путь Ну, а без них другой тупой путь Какой? То есть компуса И улетаешь Нет Как это в два на два ты улетишь, интересно Компуса Вот в такой ситуации, как мы в инверсангличане Нам по-любому постоянно воевать надо будет Да, у нас, да У нас, ну, тут у меня, кстати То же самое и у вас с Норвеж, с Китая Вы постоянно воевали То есть, да, компуса надо было бы строить Но тут хотя бы еще что-то строить Ну, я бы не сказал, что постоянно воевали Мы просто на краюхе стояли учники У меня практически до конца игры Был построен только военный лагерь И потом за 10 ходов до конца игры Я построил коммерческий район Все, больше ничего не возможно Вы не воевали по одной простой причине То есть, я не знаю, почему ты не воевал Почему ты не нападал на китайцев Ну, вот именно А китайцы всю игру воевал с варварами У него постоянно эти проблемы Всю игру, да Всю игру Я бегал только конями И воевал с одним лагерью Ты же плавал у меня, видел лагеря на берегу Норвежец У меня один лагерь появится Я его убью, да Через ход у меня появляются два лагеря И опять конник Конник, конник Понимаешь? А, ну, есть У меня тоже появлялся Но я поэтому специально оставил одного усника Сбоку на холме Чтобы он смотрел все места Светчика, слышь Он не может засветить огромную пустыню в центре Не может, понимаешь? А получается, появился на краю На берегу лагеря Который я не могу засветить И появился на берегу Ближе к Париже Туда опять лагерь с конями, понимаешь? И они опять ко мне все подперли Толпой И всю игру я воевал только с лагерями Только Ну, в общем, спасибо за игру Было интересно Лучше сыграть без Без вот этого соединения генералов Да, да Будет сыграть по нормальным правилам Спасибо, что досырели до конца Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просм Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досырели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...